Здравия, дорогие друзья, намастэ! С вами Ярослав Мудроворонцов, Академия семейных отношений, Веда Дом и Green Mind Life Training Center. И продолжение серии «Вопросы-ответы» я сегодня хочу записать это видео, несмотря на то, что сейчас время позднее. И я пришел из города и услышал сообщение одного из своих клиенток, которым она сообщила мне пренеприятнейшую новость. И задала вопрос. И я прочувствовал, что этот вопрос очень-очень важен в свете развития отношений между мужчиной и женщиной. должен соблюдаться определенные этапы, о которых я говорю на всех своих мастер-классах и тренингах, что прежде чем начать новые отношения, мы должны освободиться от прошлого. Я неустанно об этом говорю. Освободиться от прошлого. Те, кто в прошлом, это минус. Нам нужно выйти хотя бы на ноль, чтобы начать наполняться. Но, как видно, не всегда люди готовы услышать. Возможно, они готовы просто и поэтому не слышат то, что им бы нужно было услышать. И в этой связи я хочу ответить на этот вопрос, чтобы это было более реально. И мы сейчас услышали все вместе этот вопрос. Я сейчас запись включу, и мы его прослушаем, и затем я отвечу на этот вопрос. Когда вы услышите эту запись, вопрос я. Попробуйте сами. Сделайте паузу перед тем, как я буду отвечать. Можете сделать паузу этого видео, и попробуйте сами ответить себе на вопрос, который вы услышите от этой девушки. Как бы вы ей ответили. Возможно, наши ответы западут. Итак, поехали. Только я это проговорила, я поняла еще одну вещь по поводу уже не родителей, а прошлых отношений. Я просто забыла, и тут мне вспомнилось, что с утра я проснулась прямо с такой четкой мыслью, что я хочу вам задать вопрос, почему снится мужчина, ну как бы бывший парень, да, мужчина, с которым я прожила пять лет, и это было очень давно. Мы разошлись уже шесть лет назад. То есть уже прошло больше времени, чем мы пробыли вместе, и все равно он продолжает мне сниться. Поначалу он снился мне очень часто, и в очень плохих снах. Потом это стало реже, потом как-то периодами. И чаще всего в этих снах, не то чтобы он меня обижает, но я всегда его боюсь. Всегда. Даже когда он чрезмерно хороший там, ну как бы роль у него очень хорошая в этом сне, я все время его боюсь. Даже если он хороший, его как-то получается слишком много, и он меня, видимо, ограничивает мою свободу. Я не знаю, с чем связан этот страх. Видимо, это еще одна проблема, которую мне нужно проработать. Потому что я временами задаюсь этим вопросом, почему же он мне до сих пор снится, если отношения давным-давно закончены, я сама ушла из этих отношений, чему безмерно счастлива. И понимаю, что я правильно сделала, что нужно это было еще раньше сделать. И, в принципе, все уже давным-давно улеглось, простилось, забылось. Но, может быть, я не полностью его простила. Я постоянно себе задаю этот вопрос, и, видимо, мне не удается на него 100% честно или точно ответить. Иногда мне кажется, что я полностью простила этого человека, а иногда я в этом сомневаюсь сама в своих суждениях, мнениях. Вот, друзья, мы услышали вопрос, который задала девушка. Прежде чем я продолжу, вы сделаете паузу, попробуйте сами ответить на вопрос. Я уверен, что большинство из нас было в этой ситуации, когда мы были в одних отношениях, закончили их не экологично, и начали новые отношения. Попробуйте себе ответить. Что делать в такой ситуации? Ты уже давно не в отношениях, но тебе продолжают сниться старые отношения. Я на одном из своих тренингов говорил не раз. У меня была ситуация, был клиент, который пять лет прожил со своей женой, разошелся, и в течение семи лет, его бывшая жена снилась ему почти каждый день, каждую ночь. И он говорил, что она снилась ему в таких хороших снах, очень хороших снах. Она приходила к нему, просила прощения, говорила, давай вернемся назад, мы друг друга любим и так далее. А он уже в это время был с другой женщиной. Он уже два года жил с другой женщиной. И он говорит, я не понимаю, просыпайся, ощущение как будто я с ней, со своей бывшей женой был вместе, и вот под воздействием этого состояния, этого сна, который постоянно снились ему, он находился в дневное время со своей новой девушкой. И поскольку, вы знаете, мужчина одноканальный, ты ходишь в себя, ты это чувствуешь. Человек, когда такой с тобой рядом, он это очень четко ощущает. И она часто говорила ему, комплейнула, что ты со мной, но я тебя не чувствую. Ты со мной, но я тебя не чувствую. Ты не здесь. Он говорит, да нет, все нормально, с тобой все хорошо. И, как оказалось, не все хорошо. Через два года они разошлись. Давайте рассудим этот вопрос более детально. Скульчатку. Ок. Поехали. И так. Надеюсь, вы уже подумали, и у вас уже есть ответы на эту тему. И что интересно, эта клиентка, эта девушка, она была на моих тренингах не раз. И она слышала, что я говорил, что, друзья, прежде чем начать новые отношения, вы должны расстаться с прошлыми, из минуса прийти в ноль. И это не только расстаться с прошлыми отношениями, там, с парнем прошлым, а с прошлым прошлым, с предыдущим парнем. То есть все, или девушка, неважно, парнем или девушка, у вас были прошлые отношения, с ними нужно расстаться. С ними нужно расстаться. И сколько отношений у вас было, со всеми нужно расставаться. Конечно, не буду сейчас глубоко вдаваться в этой подробности, что несем мы с одних отношений в другие, что если мы от них убежали, что мы несем карму неотработанную, они переносят новые отношения. И тут деваться некуда, придется работать и работать, но нужно это делать. Окей, это отдельная глубокая тема. Давайте сейчас отдельно посмотрим, почему же этой девушке снится парень. Потому что они разошлись уже шесть лет назад, она стала, да, разошлись шесть лет назад, об отношениях она была пять лет, и он все еще снится, и мы с ней говорили, оказалось, что я дал ей домашнее задание, и что ей нужно вспомнить, там все расписать, пописать и так далее. Она говорит, мне даже страшно вспоминать. Только одно вспоминание ее скручивало. И о чем это говорит? Так это говорит о том, что это же есть у тебя на подсознании. Вот эти прошлые обиды, прошлые эмоции, они сидят в тебе внутри. И девушка вот уже шесть лет пытается построить новые отношения, а они не клеятся. А как они могут клеиться, когда ты несешь с собой прошлый груз, прошлых обид, прошлых претензий, и возле тебя здесь находится эта претензия в виде твоего отпечатка, твоих прошлых отношений, твоего прошлого мужчины. И мужчина, который новый хочет к тебе прийти, он это чувствует, что здесь возле тебя не очень комфортно. По правой руку. И почему? Потому что ты имеешь эти претензии здесь, внутри. И они у тебя, что самое печальное, они уже ушли на подсознание. Ты этого не осознаешь, ты живешь с этим. И это проявляется во всем твоем осознанном поведении. Через твое подсознание, на фоне. Ты даже этого не реализуешь, не осознаешь о том, что это фонит. Это как радиация, это как атомная радиация, которая фонит кругом. Ты ее не видишь, но она есть. Ты живешь с ней, и она тебя уничтожает. Она скажет во всем, что ты делаешь. А ты этого не осознаешь. Ты вошел в новые отношения и не понимаешь, что ты новые отношения строишь на фоне с теми эмоциями, которые ты оставил в прошлых отношениях, с которыми ты ушел с прошлых отношений. Ну, пока гормоны играют, может быть, да, вот эти гормоны типа допамины и окситоцинка, пока мы находимся в этом гормональном обвинении, мы этого можем не осознавать. Потому что там все запаморочено, там конкретный наркотик. Но после этого наркотика, да, он уходит. Мы знаем, это длится в среднем 6 месяцев пик. Ну, у кого-то, может, два года очень сильно повезло. Бывают случаи три, это очень редко. И когда эти гормоны разобьются, развеются, протезвеешь, затем ты начнешь проявлять себя в весенном свете, какой ты есть. И что будет? Это будет продолжение того, что ты был уже. Вот с тем прошлым багажом, тех претензий, которые у тебя были в твоем прошлом отношении, они же здесь сидят все, в твоем подсознании. И только стоит ситуации та, которая была в прошлом, стать похожей сегодня, те слова, те выражения, те эмоции, которые тебе вызывали негатив, они тут же вспрыгивают, ты тут же взрываешься. Все твои накопленные эмоции с прошлого, все накопилось вместе, они взрываются, просто взрываются. Парень думает, ёшкипоза, что такое? Я же ничего такого не делал, я тебе просто сказал, дорогая, ты что-то немножко потолстела. А в прошлых отношениях, к примеру, её пурашный парень доставал с этими, что ты там толстая, толстая, тебе худеть надо, спортом заниматься. И это у неё настолько прониклось вовнутрь, что она ей уже тошнила, когда она слышит об этом слово. Ты что-то только посмотрел на неё так косо, когда ей показалось, она уже, что это, толстая? И вот она живёт с этим. И так во всём. И мы через призму своих прошлых отношений, прошлого негатива строим новые отношения. А потом удивляемся. Почему от нас убегают люди очень быстро? И почему я не могу притянуть новые отношения? Потому что некомфортно. Человеку на тонком уровне чувствует. Мне некомфортно с тобой рядом, потому что ты, прежде всего, ты не освободила это место для новых отношений здесь. Не пусто. Ты держишь в своём сознании вот это прошлое отношение в том виде, в котором они тебе не нравятся. С претензиями. Ты всё время смотришь, как только поглянул голову правду. И тебе такая... Ты ещё здесь? Ты опять здесь? И эти эмоции постоянно на уровне подсознания мы воспринимаем от этого прошлого, которое здесь находится на тонком плане, потому что вы его не отпустили. Поэтому он вам снится. Особенно это первый показатель того, что вы не отпустили, не отрезали свои прошлые связи. Вы с ними живёте. Я занимаюсь этой темой и, к сожалению, скажу вам, что таких ситуаций сплошь и рядом. Очень-очень-очень много таких ситуаций. Когда люди заканчивают прошлые отношения, не расставшись с ними экологично, начинают новые пытаться. Ну и что? Влюблюсь сейчас заново. Клин-клином ошибает. Влюблюсь снова с человека. Забуду вообще про всё то, что было раньше. Ну да, окситоцинчик пошёл. Ты там вкололся, влюбился. Сексуальное наслаждение. Гормоны пляшут. Ты думаешь, что это у тебя вечно будет. Но очень быстро проходит. Наступают реальные будни. И ты думаешь, боже мой, почему всё повторяется? Повторяется ещё в ухудшенной форме. То, что было раньше. Такая штука. Поэтому, друзья, я напоминаю вам. Для того, чтобы начинать новые отношения, нужно сначала расстаться с прошлыми. И расстаться очень основательно, экологично, этично. Мы говорим на фестивале «Видарды» искусственное отношение благости. Мы помогаем вам соединять свои сердца этично, экологично и целомудренно. Этично, экологично и целомудренно. Но не об этом речь. Для того, чтобы освободиться, стать самодостаточным, я должен освободиться прежде всего от прошлого. От минуса войти хотя бы в ноль, чтобы начать наполняться. И, друзья, пока вы не освободитесь от прошлого, это бесполезно, нет шансов. There is no chance. Вообще нет шансов никаких, что вы будете самодостаточным и счастливым в новых отношениях. Ну да, ну подтяжьте себя какими-то гормонами, пока гормоны играют, как я сказал, от шести месяцев до трех лет, может быть, если повезет, очень-очень редко бывает. Да, но потом реальные будни наступят. И потом будет вполне по-другому найти отношения. Хотите превратить свою жизнь в воспитательный полигон? Be my guest! Пожалуйста, строите отношения, бегайте с одних отношений, а другие, как часто бывает. Пока удовольствие получаю, нахожусь в отношениях. Удовольствие закончились, ну как правильно, гормоны закончились, да? Удовольствие уже закончили получать. Проснулись, начинаются реальные будни, где надо уже работать. Думаешь, ой, это зачем мне надо? Это что-то уже неинтересно стало. Давай, до свидания. Я пошел в новые отношения строить. Итак, ходим, бегаем. До поры до времени. Все рано или поздно заканчивается. Печальная история. И вот по поводу того, чтобы из минуса перейти в ноль, то есть освободиться вот от этих прошлых отношений, обрезать их вот так, чтобы их не было, полностью очиститься. Что это значит? Это не просто сказать, я все, я освободился уже, я уже не помню, у меня нет претензий, я отпустил, простил, отпустил, пожелал. Давай, будь счастлива, давай, до свидания. Показатель того, что вы освободились от прошлых отношений, должно быть вот такая метафора перед вами. Представьте, что вы вспомните своего обидчика, третьим, не знаю, четыре года вам было, там три года, который дергал вас за косички, или там Васька, которая бабулей вам давала, если вы парень. Вспомните это. Это было много лет назад. И вот, если у вас нет каких-то чувств к этому, вы смотритесь со смехом, с улыбкой, ну да, была история, было такое, но подрались, нос не побили, все нормально, да, парень говорит, или там девочка, ну, это Васька, да, ко мне приставал, ну, как-то было дело, и сменешься, улыбаешься, ничего такого нет. Вот вы должны дойти до такого состояния, что вы на прошлые отношения свои смотрите, как вот на такую историю. Просто это было. И у вас уже нет никаких чувств, ни обиды, ни привязки к этому. Причем привязка должна быть не позитивной, не негативной. Мы за ресурсами не смотрим, не обращаемся, у нас нет никаких претензий. Мы просто смотрим, ну да, была история, была история. Ну, как я говорю, смотрим. Представьте, война 1812 года, Наполеонская битва. Да, было очень много погибших людей. Но, вспоминая сегодня, обращаясь туда, взор, и, правда, люди не испытывают каких-то негативных эмоций. Просто как эта статистика, эта история была, да, была такая история, да. Вот так же вы должны смотреть на свои прошлые отношения. Они не должны у вас ничего вызывать. Никакого их негатива, никого позитива. Просто нейтрально. Была статистика. Это моя история. Окей? Это первое. Но начинать выход на ноль, обрезы от прошлого, проблемы, претензии, нужно не только со своих бывших отношений. Не важно, девочка или мальчик. А прежде всего нужно учесть родителей, друзья. Родителей номер один. Помню, что родители нам даются, это наши учителя, которые очень жесткие, очень жесткие, очень строгие с нами. Потому что мы же приходим сюда учиться, а не наслаждаться, вы помните. И то, что нам не хватает в детстве до нашего полового созревания, это номер один, на чем нам надо работать. Окей? И если вам не повезло с кармой родительской, и если вы девочек, на так мере, и у вас был строгий папа, и у папы вообще даже никаких не было нормальных, и мама очень строгая была, то вы понимаете, на чем вам надо работать. Конечно же, у вас накопились обиды. Сам первым нужно избавиться от этой обиды, осознавая то, что это мои учителя, и что мне это дал Всевышний, для моего блага, чтобы я стал лучше. Когда вы это осознаете, примите. Если любовь будете благодарить, начиная от своих родителей, искренне, в сердце, здесь, благодарить ее за это, тогда у вас есть шанс не получать эти уроки опять снова. Потому что те уроки, которые мы не прошли в детстве, они переносли на отношения семейные. Убежал из семейных отношений, разошелся, новые семейные отношения, еще хуже будет. Отсюда убежал, втройне и так далее. Каждый раз, когда мы убегаем от отношений, не закончивая их экологично, мы должок накапливаем. Этот, знаете, с тюрьмы сбежал, поймали, посадили, еще добавили. То же самое. Ведь здесь земля, материальный мир, это не рай. здесь тюрьма, по сути дела. Мы здесь для того, чтобы отрабатывать. Это лагерь тренировочный. Для того, чтобы отрабатывать наши задачи. Это очень важно. И хочу, чтобы мы это помним, друзья. И когда вы отпускаете и прощаете своих родителей, свои прошлые отношения, вы должны также с любовью и радостью поблагодарить их за те мучения, которые им пришлось пережить с вами. пометой о том, что это и есть наши учителя. Это и есть наши учителя. Чтобы осознать это, нужно пройти духовный коучинг. Нужно осознать себя как душа, что вся есть причинно-следственная связь. Если вы это осознаете, то ваши изменения, ваши принятия ваших отношений сегодняшних, прошлых, и ваших родителей, которые были с вами строги, будет намного проще. И ваш процесс самосовершенствования будет намного эффективнее. Чего я вам и желаю. Ну, друзья, подведем итоги, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что как важно отпустить обиды, претензии ко всем тем людям, с которыми мы имели близкие отношения. Прежде всего, самые близкие, самые дорогие, самые важные и самые влиятельные люди на нашу судьбу – это наши родители, братья и сестры, и наш партнер по семейным отношениям. Когда я говорю партнер по семейным отношениям, у меня дома уже жена, и многие могут сказать, типа, ну, я не женился, типа, а вот я жил с ней, понимаешь, пять лет пожили, и ничего, я не женился, все нормально. Друзья, по духовным законам, как только вы вступили в интимную близость с человеком, с противоположным, как только вы вступили в интимную близость, с партнером, вы уже официально муж и жена для Бога по духовным законам, и ваша карма уже делится пятьдесят на пятьдесят. Ваше все смешалось, все ваше хорошее и нехорошее смешалось. Окей? Поэтому, если вы убежали из этих отношений, будьте готовы, что придется отрабатывать. Будет придется отрабатывать те задачи, от которых вы убежали. Не нравилось, что муж был строгий с вами? Будет новый, еще хуже. Может быть, в другом варианте. Не обязательно именно в этом, да? Не обязательно такие же ситуации будут возникать, такие проблемы. Но задача, урок, который стоит в этом, будет такой же, и еще с добавкой, с процентами. Окей? И одним из показателей того, что вы не расстались с прошлыми отношениями, будет что? Когда вы вспоминаете какую-то музыку с прошлого отношения, какие-то места вы ходите с прошлого отношения, и у вас всплывают эмоции, негативные или, наоборот, позитивные, это тоже привязка. Какие-то фразы слышите от новых отношений, не вспоминают вам прошлые ситуации. Вам снится человек. И это говорит о том, что вы не отпустили прошлые отношения, что они с вами. И, конечно же, это не может способствовать вам хорошему отношению с новыми, в новой жизни, в новыми отношениями, что вы будете все время с этим прошлым ходить, спать, жить везде и повсюду. И если вы думаете, что этого не видно, вы глубоко ошибаетесь. Партнер, который будет с вами, или который хочет к вам подойти, он будет чувствовать это. Это как бы примерить с этой девушкой, которой 6 лет, здесь место занято. Мужчина не может к ней никакой подойти, не чувствует комфортно себя рядом с этой девушкой. Потому что она в тонком плане, она не отпустила его здесь, она не простила, у нее есть куча претензий. Вот здесь мужская половина мужчины, кто должен находиться по правой руке от женщины, у нее здесь еще прошлые отношения. Причем в негативе. Не важно, в принципе, негатив, позитив, все равно, если ты не отпустил, даже если в позитиве ты о каком-то думаешь, ты тоже не отпустил, да? И здесь никто уже не может встать на это место. Ну, это отдельная тема. Я сейчас говорю, мы говорим сейчас о прошлом, не важно пустить. То есть ты не отпустила, и здесь оно есть. И ты все свои отношения новые смотришь через перспективу прошлого. И люди, с которыми ты общаешься, это все чувствуют. Друзья, я желаю вам очиститься от прошлого. Поблагодарить его и пожелать им всего самого-самого лучшего для того, чтобы они были счастливы и поблагодарить их за то, что они с вами мучились и давали вам уроки, зеркали ли вам и приходилось показывать вам то, что вам не нравится. А вы знаете, это неблагодарная деятельность говорить людям о том, что людям не понравится. Говорить, что ты плохой, показывать, что ты плохой. Никто не хочет это делать, но так устроена жизнь, что мы это показываем своему партнеру для того, чтобы он выучился, чтобы он знал, на чем ему надо работать. Окей? А посему мы должны благодарить наших учителей в виде родителей, родственников наших партнеров, семейных. Это очень важно. И я желаю вам, чтобы вы очистились от прошлых отношений, от прошлых обид, начиная с ваших родителей, и строили экологично новые отношения, и строили их один раз на всю жизнь. И для этого нужно получить знание, как это правильно делается. на нашем фестивале «Видар Тейт» «Искусство отношений и благости». Мы помогаем вам соединять сердца этично, экологично и целомудренно. Это фестиваль, да я так рекламу не делаю, типа. Фестиваль, который пройдет у нас в мае, в Киеве, у вас будет возможность получить знание о том, как правильно строить отношения экологично, этично и целомудренно. У нас будет теоретическая часть, практическая часть. И в традициях наших предков, через карнавалы, через хороводы, через игры, у нас конкурсы, у нас будет возможность научиться общаться с людьми. Искусство отношений. Не только искусство отношений для знаний семейных отношений, хотел в том числе, но также и для бизнеса, просто умение строить отношения правильные, как это делали наши предки лучших традиций славянской культуры. И если вам интересно, пожалуйста, добро пожаловать на наш сайт «Веда.Арт.Дейт». Мы есть на Facebook, мы есть в ВКонтакте, мы есть в Telegram. Смотрите за нашими постами. И, пожалуй, все на этом. С вами был Ярослав Мудро Воронцов, Академия семейных отношений «Ведодом», «Грид Мэйн Лайф» в Тренин-Центре. Мы живем на яркой стороне и приглашаем вас присоединиться к нам на яркую сторону. Если у вас есть вопросы, пишите нам коменты. Друзья, живите счастливо, освобождайтесь от прошлого, живите здесь и сейчас и строите свои отношения один раз на всю оставшуюся жизнь. Да поможет вам Творец. Намасте. Продолжение следует. Продолжение следует...